Всем привет, ребята! Настало время немножко образовательного контента, а то мы все хихи, ха-ха, и вот нас сегодня пригласили вот на такое вот замечательное мероприятие, пятый, я читаю вместе с вами, я не подготовился, пятый международный экономический форум ментарной отрасли, который называется, как и до конца не дочитал, Амберфорум 2022. Я знаю, что нас смотрят везде, в России, не только в Калининграде, и поэтому давайте поговорим немножко про наш регион вообще, чем он славится. Славится, разумеется, своим морем, но море есть не только у нас. Чем еще славится Калининградская область? Своими талантливыми ведущими YouTube-проектов, которые ходят и общаются на улицах классно и весело с людьми. И еще янтарь. У нас есть янтарь, представляете, если вы не знаете, что это такое, загуглите. Сегодня будет очень много про янтарь, поговорим вообще, что это такое и зачем ради этого, казалось бы, недрагоценного камня, по-моему, да, Олег? Драгоценный камень? Недрагоценного камня собирается целый форум и приезжает очень много классных людей. Явно здесь что-то не просто так. И обратите внимание, журналисты. Обращаюсь ко всем, кто сейчас учится на журфаке. Не обязательно тратить 5 лет на образование, можно просто прийти вот так вот с микрофоном, и тебе дадут бэджик, и ты автоматически журналист. Все, погнали. Один вопрос. Вы в курсе что-то про 5-й международный экономический форум янтарной отрасли Амберфорум 2022, который проходит с 16 по 19 июня, сайт амберфорум.ру? Нет, к сожалению, нет. Все, теперь в курсе. Обожаю такие мероприятия тем, что там есть ведущие, которые могут все рассказать вместо меня. Я могу даже не тратить слова, пожалуйста. Также пройдет аукцион янтарных самородков. Проект, не имеющий аналогов в мире. Все, выпуск можно заканчивать. Один вопрос. Вы носите янтарь? Добрый день, очень рада тебя видеть. А в чем его прикол? Расскажите, в чем фишка янтаря? Красиво. Дешево, наверное? Ну, не знаю. То, что я ношу, мне досталось от мамы. Сейчас же меняется финансовое положение в мире. Может быть, сейчас один камушек янтаря, вы можете квартиру купить себе в Москве. У нас с первыми представителями. Перегнул, да, немножко? Да, да, да. Ты чуть больше знаешь вообще, что здесь происходит. Люди со всей России приехали покупать янтарь. Ну, тут какой-то крутой янтарь, раз они приехали. Янтарь может быть крутым? Ну да, увидели динозавра, который там на втором этаже. Надо посмотреть. Что-то для одиноких дам можно сделать из янтаря? Одиноких дам? Даже не знаю. Нет, наверное. Ну, если что, я имел в виду янтарного мужчину, разумеется, а не то, что вы подумали там. Ну, у нас есть янтарная девушка. Она очень древняя, да, как янтарь? Внутри нее есть комарики и мухи. Не знаю, но выглядит она нормальная. Нормальная, да? Да. Нормальная такая. Расскажите нам про форум. Выставка янтарных украшений Калининградского янтарного комбината. Получается, на набережной, на променаде каждый день выставка янтарных изделий? То природа, а здесь уже люди постарались. Очень много людей в синих пиджаках. Вы же за оригинальность, вы хотите выделяться? Конечно. Может быть, сделать вам из янтаря пиджак? Боюсь, что нет. Тяжеловато будет. Тяжеловато будет ходить, да. Во-первых, мы, на секундочку, журналисты. А у тебя такой бэджик есть? Поэтому вопросы тут я задаю. Вопросы я задаю. Вот мой бэджик. Что ты интересного уже узнала? Пока еще успела пообщаться только с двумя компаниями. И уже даже от двух компаний я узнала про унитаз. Это самый уникальный заказ, который просили сделать. Из янтаря. Из янтаря? Ну, естественно. Ну, в смысле? Надо чаще говорить янтарь. Не просто из янтаря, а там янтарь-янтарь и янтарем покрывают. Ты же не носишь янтарь. Почему? Мне подарили сережки в виде чего-чего? Футбольного мяча вот такого, а там был прям внутри янтарь, я его ношу. Пацаны, которые не знают, чем удивить свою девушку, янтарь вообще топчик. Да, сережки с футбольным мячом, внутри янтарь вот так вот. Продайте мне, вот как покупателю, все, что здесь находится. Забирайте, пожалуйста. Вы как-то оцениваете, может быть, покупателя, справа, по внешнему виду, вот что ему лучше подойдет? Вам буквально все подойдет. Серьезно? Все, уже началась, началась эта игра. Вы еще должны сказать, что вы все это купили еще своим родным, они тоже пользуются этим и всем нравится. Конечно, у меня дома просто залежи янтаря. Вы же из дома и принесли, наверное, все, что здесь не было. Вы так классно прям перчатку носите, прям удобно. Меня привлекло внимание лечебные. Это не мое, это ребят. А, тогда нам это не интересно. В чем фишка янтаря? Объясните вот простым людям, как и мне, как тем, кто будет смотреть. Вот как вот для вас вот янтарь, ну как бы. Как для меня? Ну да. Да, я знаю другое. Специально вот для этого форума, так и коллекция подвесок. Кто едет по брусчатке, у кого подвеска отваливается, можно покупать подвеску из янтаря. Нормально? Вообще, шикарно. Сейчас мы проверим, подождите, это сделано для того, чтобы люди такие, опа, опа, опа. На самом деле лечебный янтарь. Нам, пожалуйста, выписки из всех лечебниц, из врачей, три печати. Мы срочно клинически доказаны. Янтарная кислота оказывает положительное воздействие на организм, на щитовидную железу. Помогает в выработке железа, калия, селены. Так, а как его потреблять? Нельзя просто закинуть под губу? Ну, можно, конечно, продается в аптеке янтарная кислота, но не рекомендуется, а лучше носить. При трении она впитывается в кожу и создает положительный эффект на организм. Опа, так, какой эффект мне ждать? Как минимум настроение улучшается точно. От 100%. О, вы развеселили меня. Это, кстати, работает, блин. Ну вот, видите? Классно, не врут, ребята. В чем фишка янтаря? Простыми словами. Его уникальность. Давайте посмотрим сюда. Обратите внимание, это все янтарь. То есть на янтарном форуме все янтарь? Ничего себе, как оригинально. Нет, мы за других гарантию не даем. У нас все янтарь. Вы других показываете? Нет, бикини. А сейчас пляжный сезон. Собственно, какой эффект будет от того, если дама наденет такое бикини на пляж? Эффект вау. Так, по факту же, вот если мы пойдем сейчас на променад, там же тоже каждый день янтарный форум? Да, и там очень много наших украшений. Там самые главные знатоки, кстати, сидят. Они просто говорят, берите янтарь для вас. Это что? Янтарь, в общем-то, обо мне. Жизнь должна быть наполнена содержанием и открытием. И в том числе янтарь это то, что демократично и может быть приложено к самому себе. И как бы подчеркнуть не только сам янтарь, но и личность человека. Красиво. Рядом с вами я чувствую себя умным. Спасибо. А бывает увеселительный янтарь? Применил такой, типа, ой, как весело стал. Я знаю, что люди растворяют янтарь в водке. Может, это вы имеете в виду? Как-то может помочь янтарь найти контакт с дамой? Я думаю, да. Конечно. Бриллианты – это уровень одних женщин. Девушки, женщины разные. Знаете, император Нерун организовал первую экспедицию или первый янтарный путь, потому что янтарь подчеркивал его божественный статус. Уж куда больше. Я вот до этого говорил, что я рядом с вами стал умным, сейчас стал еще умнее. Спасибо. Говорим про янтарь. Ты возьми у Нелли интервью, сейчас оно подойдет. С удовольствием, если я знал бы, кто такая Нелли. А может, я хочу с тобой пообщаться? О чем? Янтарь, уголь и нефть. Про что мы поговорим сегодня? Нефть. Нефть. Как можно попантоваться янтарем? Во-первых, он внешне красивый, он дорогой, он стоит довольно хороших денег. Сколько стоит вот этот вот замечательный экспонат? Эта картина стоит 350 тысяч. Беру? Да. Я потом скину тебе, знаешь, как в ресторанах, когда один заплатил, такой, я потом тебе на карту закину. Да. Хотели бы сделать вам комплимент. Все уже что-то там пытаются продавать, а вы все уже продали, да, получается, самое первое? Пока не продали, только чтобы у нас все к Грузии приехали. Нет, давайте на камеру скажем, что вы все уже продали, вы самые успешные продавцы. Да, все продали. Все продали. То, что вот видите, это тоже уже продали, забронировали просто онлайн уже. Скидка, все, я уже здесь беру автоматически. Про янтарь сегодня говорим, ничего себе, какая тема. Да какую тему, мы интересную выбрали. Что для тебя янтарь? Ой, это моя жизнь. В живом городе Балтийске там янтарем занимаются все. Давай, сразу, легально мы можем это оставлять? Конечно. Янтарь, потому что в себе несет очень сильную энергетику. И когда ты одеваешь бусы из янтаря, ты становишься просто центром, центром вселенной. Можно вкладывать в янтарь деньги? Не в недвижимость, а в янтарь деньги? Он же потом со временем подорожает? С каждым годом становится дороже. Света антик. Это считается, ну, антик, он такой же от старости желтеет. Ага. У меня зубы из янтаря, получается. При каких обстоятельствах можно кого-то прыгнуть таким вот янтарным ножом? Ну, вот нам не разрешают эти кинжалы даже продавать в аэропорту. Да, потому что им можно убить. Уже целебные свойства. Ну, его не можно убить. Ну, такой хоп, и там сразу затянулось. Заживает, да? Сразу регенерация пошла. Дико имею желание что-нибудь померить. Конечно. Сделай меня красивее немножко в кадре. Сразу энергетика просто направится сюда. А я не буду похож потом на таксиста в конце? Давай, еще сюда. Итак, обращение. Во-первых, круто же, да? Сразу захотелось мне дать интервью, да? Да, такому человеку я подала интервью. Янтарная мануфактура. Ну, как будто бы уже надо что-то на Сбербанк мне закинуть, да, ребятки? Вы первые, кто нам подгон сделал. Спасибо большое. Сейчас я говорю немножко шепотом, потому что здесь проходит аукцион, где продают уникальные какие-то куски янтаряны, самые дорогущие. И чем уникален этот аукцион? Тем, что здесь покупают не только янтарь, но и самих покупателей янтаря. Давайте посмотрим. Видите, осталось всего 8 покупателей. Успеете купить? Сегодня рекорд был поставлен, миллион шестьсот за камень, причем стартовая цена была, если не ошибаюсь, в два раза меньше. Это янтарь, который, камень, который вышел? От Данилы Мастера? Миллион шестьсот, да, это рекорд. Причем даже литовское имя и фамилия. Представляешь, 70 миллионов лет этому камню огромному, он 2 килограмма весом почти. У меня форт стоит, ему 20 миллионов лет во дворе. Что-то он не стоит миллион шестьсот. Нет, кто-то говорит, что эти камни, они дают тебе силы, продлевают жизнь. Может, это фанты, да? Я купил, типа, перебил кого-то, знаешь? Нет, там была такая история, когда 678 тысяч 899 рублей, 33, я не понимаю, для чего это было. И вот эту херню надо было проговаривать постоянно. Можно с молоточком подъем? Да, можешь почувствовать себя судьбу. Я же развелся, продавай меня. А, тебя продаем? Хороший ведущий, дорогой ведущий. То есть, тебя покупали за миллион шестьсот. 20 тысяч в час. После каждого стучать. Не-не-не. А, это когда продано уже. Конечно, сначала ты говоришь раш. Только получается, я не стукну, кому ты нужен? Подожди, мы сейчас продадим кого-нибудь. Катерин, вы заберете меня за 20 тысяч рублей? Нет, занята. Занята. Она занята. А, в смысле? Пока, она сказала пока, есть одежда. За сколько вы говорите? 20 тысяч стоит Дмитрий. Он нам обходится, да? Дороже обходится? Ты что, накинул, что ли? Может, дешевле? Смотри, она была занята, и она сразу оп, сумма стала. Все, Дмитрий. Продано. Продано. Продано, продано. А, нельзя, да? Три раза тебя продал. Какое ощущение? Чувствуете? Да, чувствую, что я становлюсь моложе. Да, да. Микромассаж идет. Микромассаж идет. Кровообращение. Стоп, это второе сердце. А можно вас пригласить? Знаете, есть такой конкурс на свадьбах, когда нельзя вылезать за пределы этого коврика. Что вы чувствуете? Я побуду немножко продавцом. Я чувствую сплошное удовольствие, стоя рядом с молодым человеком. Ой, это вы сейчас подкатываете ко мне? Да. Сразу такая атмосфера, да, согласитесь? Сразу хочется знакомиться с людьми. Стопы, это что? Стопы, это второе сердце. Потому что там находится очень много нервных окончаний, при воздействии на которые улучшается работа внутренних органов. Как вы думаете, после того, как мы постояли на этом коврике, он немножко упал в цене или наоборот? Не, я думаю, он вырос. Ой, здравствуйте. Что вы чувствуете? Пока после шпилек очень хорошо. Чувствуется, что стопы – это второе сердце? Конечно, чувствую. А сердце – это второе стопы, получается? Судя по вашей логике, да. Зачем дарить девушкам дорогие украшения? Можно же янтарные бусы? Конечно, если у вас есть лишние 300 тысяч, можете подарить янтарные бусы. Кстати, вы знали, что янтарь может стоить миллион шестьсот? Сегодня кусок ушел на аукционе. Да? А кто купил? А, вы хотите? Мы потом найдем для вас номерок. Немножко подвигаться тогда получается. Немножко так вот. Как челентарно, мял. Мы пообщались с людьми про янтарь, а теперь про само вот это вот мероприятие хотим поговорить. Ну, во-первых, мы хотим действительно сделать достоянием России янтарь. Чтобы сделать достоянием янтарь в России, мне кажется, надо все же символы тоже в янтарь переделывать. То есть должны быть янтарная балалайка, янтарный медведь. У нас это есть. Янтарный борщ когда будет? Ну, придется сделать. Вот янтарного борща нет. Вы сами носите янтарь? Конечно. Нет, честно. Да. Сегодня просто у меня стиль, который не предполагает тай. А так я очень люблю янтарь. Если вы посмотрите большинство фотографий рекламной продукции, которые популяризируют янтарь, там как раз-таки я в этих украшениях. А почему не янтарный форм, а амбер форм? Амберы есть, янтарь. Нет, я имею в виду вот не кириллицы. Не кириллицы? Это вопрос отдушнил, который будет смотреть наше видео. Много гостей, кстати, с разных стран. Литва, Китай, Арабский и весь Персидский залив. Нам только что на аукционе рассказали, что как раз-таки представитель Литвы купил самый дорогой кусочек за миллион шестьсот. Да. Так они весь янтарь у нас купят, и потом они будут гордиться янтарем. Вы не переживайте. Нельзя все продавать? Вы не переживайте. Вы продавайте все. Площадки еще на 150 лет хватит. Знаете, когда эти пандемии всякие закрываются, все же сразу бегут и покупают гречку в магазинах. Покупайте янтарь. Янтарной пыль. Вы посмотрите, все какие мы на драве, все такие молодые и красивые. Потому что мы действительно каждый день, приходя на производство, вдыхаем пары янтаря. Наслаживает же. Конечно, однозначно. Просто вы не знаете, нам по 100 лет, кстати. Я думаю, что мне, как главной ведьме, свыше 500 лет. Так что я постарше вас. Что мы узнали из этого выпуска, дорогие друзья? Что янтарь это самый мощный вообще камень, который может быть, обладает магическими свойствами. Он и лечит, и поднимает настроение. И я уверен, что для того, чтобы наконец-то наши выпуски набирали миллионы просмотров, нужно переименовать наш канал в Янтарь. Все, с этого момента это проект Янтарь. Я Руслан Янтарный. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова